Гулял, пришёл. Тепло рук и полёт мысли. Богородские игрушки издавна считаются особенными. Ещё 400 лет назад местные мастера превращали дерево в произведение искусства. Главным отличием богородской игрушки стала её гладкость. Этого достигают с помощью специального богородского ножа. В середину 18 века в каждом дворе нашего села резали игрушку. Но резали семьями, резали обособленно. Нигде, никогда этому мастерству не обучали. Только в семьях передаваясь с поколения в поколение. Вокруг нас очень много сёл. Единственное, в котором резали игрушку, вырезали – это наше Богородское. Изначально Богородское принадлежало троице Сергиевой лавре, а жители были крепостными монастыря. Им давали заказы, и они вырезали так называемые серые игрушки, которые окончательно отделывали в Сергиевом посаде. Но со временем в крестьянской среде развились собственные традиции и мастерство. А символом Богородской игрушки стал медведь. Для резьбы используют мягкие породы дерева – липу, осину и ольху. Традиционно мастер сначала создаёт задуманную композицию из глины или пластилина, потом вырезает из дерева. Скульптуры обрабатывают стамесками разной величины. На завершающем этапе используют самую мелкую, чтобы скрупулёзно проработать детали. Наш стиль резьбы единственный в мире такая. Есть подобные в Германии, но стиль резьбы – это вообще единственный в мире. Обычно богородскую игрушку не окрашивают, но иногда мастера отступают от этого правила. Так, в 1974 году при строительстве ГАЭС нашли выброшенную игрушку чёрного цвета. Теперь она хранится в местном музее. Почему её раскрасили, когда сделали и кто автор – неизвестно. А это копия композиции «Мыши хоронят кота». Оригинальная скульптура хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Сейчас на фабрике богородской игрушки работают 18 резчиков. Выполняют заказы, либо воплощают в дереве собственные задумки. А в музее можно узнать историю уникального ремесла, а также самому собрать и раскрасить богородскую игрушку. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова